Я очень рад видеть столько людей, которых я реально не знаю. Когда я прихожу на конференцию, я вижу очень часто знакомые лица. Тут я знаю одного человека всего лишь. Ну, второго, ладно, ну, человек. То есть это очень приятно, что вот есть такое сообщество, которое для меня просто вот внезапно возникло благодаря Артуру. То есть нас общие знакомые познакомили, он говорит, приходи. Я тогда в двух словах, наверное, скажу о себе. Ну, вдруг меня все-таки кто-то не знает. То есть поэтому я долгое время был менеджером проектов. Я занимался этим больше 10 лет. В принципе, занимаюсь до сих пор. То есть сейчас я работаю древнер-менеджером в продуктовой компании. У меня там, ну, 7, 8, 9 команд где-то, кто их считает. То есть, по сути, получается, мы создаем один продукт. И это очень интересно, потому что до этого года 4-5 я посвятил, ну, условно назовем это agile коучингом. То есть я делился опытом в роли консультанта. То есть вот где-то там с 10-го года меня пробило делиться опытом. Еще в 9-м году я завел блог, стал тренером. То есть я читал тренинги, читаю, в принципе, по управлению проектами в стиле agile. То есть как-то практический свой опыт я научился доносить до людей и вбивать в головы. Теперь вопрос к вам. Давайте немножко познакомимся. Кто из вас не является проектным менеджером? Встаньте, пожалуйста. Не является проектным менеджером. То есть тут как бы по темам, да? Хорошо. А теперь сядьте те, кто... Подождите, подождите, ну не все, что вы. Сядьте только те, кто из вас B.A. То есть бизнес-аналитики, клуб менеджеров и аналитиков. И вот оставшиеся люди скажите, кто вы. О-о-о. Ну, садитесь уже, говорите. Саппорт, кто еще? Маркетинг. Маркетинг? Разработчики. Разработчики, классно. Кто еще? Графмастер. Ага, то есть я не к менеджеру. Хорошо, уважаю. Соответственно, то есть большинство аудитории все-таки менеджеры. Вы управляете проектами, я так понимаю, большинство IT-проектами. То есть почему я выбрал эту тему, которая касается оценок? Вот этот мост – это реальный кадр, когда делался проект, вроде бы все просто. Когда его начали интегрировать, выяснилась вот такая ситуация. Немножко не попали. Это реальный кадр был. Ну, я даже где-то читал про этот мост. Ну, тут, конечно, может быть, его там усложили. Но ситуация была такая, что они, по-моему, мерили в футах, а вторые в метрах. И где-то там вот на… или там что-то еще у них было расхождение в системе. То есть таких примеров неоднократно мы знаем в проектах. То есть, по сути, статистика до сих пор, несмотря на то, что индустрия IT, ну, девелопмента, софтвера, там где-то с 70-х годов, да, то есть 40 лет уже индустрия, можно сказать, зрелая, по-прежнему проекты делаются очень-очень малопредсказуемо. То есть там 30 только процентов проектов попадают в свои сроки, планы, 30 процентов. И иногда перелет бюджета там до 180 процентов. Ну, то есть такая средняя статистика, которая собирается с 2000-х годов. И, к сожалению, год от года не сильно там меняется это. Возникает вопрос, почему, да, то есть. И часто проектные менеджеры говорят, мы ошиблись в оценке проекта. При этом я очень четко прошу разделять, вот мое искреннее мнение, надо четко разделять оценку проекта и проектных работ, и планирование. И мы сегодня поговорим больше об оценке, хотя будем упоминать о планировании. Для некоторых это вообще один процесс, и это тоже немножко кроет луку. Но зачастую говорят о том, что кто давал оценки? Разработчики, да? Или кто? У меня недавно даже в ленте в Фейсбуке знакомая менеджер, причем она глава департамента, она сказала, бойся разработчиков оценки дающих. То есть вот такая Кассандра. Потому что получается, что как только разработчики что-то обещают, они это делают немножко, не всегда. То есть возникает вопрос. У нас что, разработчики вот такие? Ну, реально, мы нанимаем людей с высшим образованием. Многие из них с синерой с опытом, опытом и опытом. Многие делали подобные системы. Теоретически они должны давать правильные оценки. Они искренне верят в свои оценки. То есть если вы их будете пытать паяльником в тот момент, когда он дает оценки, он будет вам на полиграфии отвечать, что да, это правильные оценки. А в итоге проекты пролетают. Что-то мы делаем не так. Что-то мы системно делаем не так. И поскольку я этим вопросом достаточно интересуюсь, тем более, если кто из вас знаком вообще с гибкими методологиями, с анжайлом, скажем так, не понаслышке. Ага, половина почти зала. Отлично. То есть я постараюсь с сильной терминологией не сыпать, но если я ошибусь, если кто-то не поймет, потом спрашивайте. То есть одна из вещей, которые явно нас подводят, это то, что мы надеемся на то, что оценки даются как некая нормальная распределительность, средняя. То есть когда разработчик говорит, что это займет в среднем столько. Мы просим его дать оценку, и он дает в среднем. Он знает какую-то оптимистическую модель, говорит, ну если совсем все хорошо, я это сделаю за день, если совсем все пойдет плохо за неделю, где-то три дня. Ну я утрирую, иногда это может быть недель, месяц. Вот тут кроется ловушка номер один. То есть по сути, если вчитаться в определение математическое, что средняя, ну то есть средняя это так называемая центральная теорема. Сумма достаточно большого количества слабо зависимых случайных величин, имеющих примерно одинаковые масштабы, имеет распределение близкое к нормальному. Вот этот вот колокол, который мы видели. Теперь подчеркиваю, слабо зависимых случайных величин, имеющих примерно одинаковые масштабы. То есть это полностью не подходит к нашей ситуации. Наши задачи, которые мы оцениваем, они не являются слабо зависимыми. Я не согласен с этим. То есть вы хотите сказать, что все задачи, которые вы делаете, они как бы абсолютно не зависят друг от друга и можно... Нет, вы понимаете, дело в том, что в большинстве случаев, в большинстве случаев, когда задачи... Я вообще разработчик, поэтому я... Я математик сразу, это да. В большинстве случаев, когда задачи приходят, они недостаточно хорошо определены. То есть проблема как раз именно в этом. То есть сроки, которые вы спрашиваете, сроки на задачи, которые вы спрашиваете разработчиков, это не те сроки, которые не на ту задачу они вам их дают. Абсолютно согласен. Это кнопку, а не функционал, понимаете? Это вот, можем, кстати, на следующий сбор бизнес-аналитиков я еще расскажу, как нам требования дают. Сто процентов. Проблема получается, что по сути мы находимся в ситуации, то есть как получили это среднее распределение. Если помните, там тысячу раз кинули эти кубики, и они в среднем выпали вот в виде этого колокола. То есть считается, что если бы это были слабозависимые, независимые величины, то есть, например, взять 4 кубика, они не зависят друг от друга, кидаем, 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 и постоянно записываем выбавшую сумму, и она выпадет в виде этого колокола. То есть вот там за тысячу раз оно выстроит это нормальное распределение. По факту ситуация, представьте, если 2 из этих 4 кубиков, так называемые заряженные, когда вот шулеры играют, у них заряженный кубик, который всегда выпадает на шестерку. Ну или на двойку, в зависимости от того, что вам надо. То есть, соответственно, получается, что вы кидаете 4 кубика, но вместо нормального распределения у вас получается что-то не то. То есть мы с вами, когда оцениваем, мы находимся в такой ситуации. В первую очередь это то, что влияет на оценки, и мы зачастую стараемся не учитывать этот фактор, нам хочется хоть какие-то оценки получить. Действительно, мы там не постарались с вводными данными, и хотим побыстрее, побыстрее получить ответ от разработчиков. Они говорят, ну подождите, это зависит. Нет, нет, да не средняя. Это нормальный разговор менеджера. В реальности есть еще несколько факторов. То есть реальность, она выглядит вот так. Проста, понятная реальность, которая нам говорит о том, что когда мы берем задачи в работу, даже если мы их классно оценили, на них влияют еще интересные факторы. Первый фактор – это зависимости. То есть эти вещи – ненезависимые задачи, зачастую зависят от хода выполнения друг друга. Если мы предполагаем, чтобы создать какую-то работу, какую-то функциональность, надо сделать А, Б, Ц, Д, Е, импорт. Ну или этот пример, вы говорите о том, что если вам надо в одной системе импорта внешних данных настроить, первый импорт – да, долго его сложно, потому что он первый, второй он попроще, третий, четвертый, пятый уже легко, потому что по образу и подобию… Обычно разработчик руководствуется какими-то такими мыслями, что если первую я пойму, как сделать, то остальные похожие задачи будут легче. В реальности получается немножко не так. То есть это затянулась задача, он недооценил риски, которые непонятности, то есть не делал он таких импортов раньше. Окей, эта задача, даже если они уже заняли столько же, сколько он угадывал, с финальной датой, почему я говорю оценку от планирования отделяем, я-то как менеджер на основе этих оценок построил план, пообещал поставку, а я пролетел. То есть тут вот явно я сорвал проект, ну там срок задачи конкретного функционала. Соответственно, это первое, что на нас влияет – зависимости. Задачи в итоге оказываются зависимыми, и задержка одной из них уже влечет к задержке всей цепочки. Зачастую такие вещи не просчитываются, не визуализируются, предполагается, что все задачи условно независимы. Правильно? То есть если мы будем делать, вот в сумме когда-нибудь сделаем. Второй эффект реальности – это синдром студента. Кто был студентом недавно, кто помнит? Когда студенты пишут курсовую? Последнюю ночь, неделю, да, в зависимости от объема работы, да. К сожалению, это присуще нам всем, это человеческая такая сущность, мало кто может, во-первых, реально оценить. Опять же, большая задача, не хочется начинать, прокрастинация и так далее, откладываем до последнего момента, который уже просто безответственно пропускается. По сути, что получается? Есть задача, когда дает оценку разработчик, он такой думает, скажу два дня на всякий случай, заложу буфер и гарантированно попаду. Что происходит в реальности с этим буфером? Хуже. Мы гуляем день, мы-то знаем, что там сегодня не работает. Ну, они-то знают, разработчики, да, то есть кто там из разработчиков был? Я не вру? Нет? Нет. И что? На самом деле, если немножко по-другому, вот продолжай. Хорошо. Согласен. То есть зачастую это делается неумышленно. Любой нормальный человек, опять же, свято верит, что он нас не обманывает, и он прав в первый момент. Но подсознательно такая ситуация происходит. Когда я говорю, когда я буду дома, я закладываю буфер, да, и, соответственно, знаю, что еще минут 15 могу посидеть поработать. Потом, соответственно, еду по дороге, у меня спускает колесо, я попадаю в пробку, и выстреливают все остальные непредвиденные риски, и в итоге задача опять делается вдоль. То есть это классический студенческий синдром. Начинать позже, чем можно было бы начать. Это тоже влияет на то, как мы даем оценки. То есть когда даются оценки, мы не учитываем эту реальность. Ну и третья реальность, которая бьет нас по лицу, это на самом деле сложные зависимости, когда, видите, задержка в любой, из этих задач влияет на последнее. То есть для того, чтобы задача 3 была сделана раньше своего запланированного срока, это и это или это должны быть сделаны раньше. То есть там перемножаются все вероятности, что все должны сделать. То есть это, короче, вероятность равна нулю. То есть задача 3 будет сделана раньше своего срока с вероятностью близко к нулю. А вот вероятность того, что задержится, уже выше, потому что любая из этих уже вносит задержку в задачу 3. То есть это означает, что весь этот мини-проект уже, скорее всего, опоздал. Просто вот по теории вероятности, он с своего старта уже, вероятность того, что он опоздает, она высокая. Сейчас просто у меня есть одна команда математиков, они мне вообще там страшные вещи могут посчитать, и они меня там иногда даже ругают за то, что я там слово вероятность неправильно использую и так далее. Но пока на нашем жаргоне нам хватит. То есть понятна проблема, да? То есть оценки каждой задачи, можно сказать, хороши, они неплохи. Но реальность вносит какие-то риски. Даже если мы закладывались на эти риски, возможно, недостаточно, все, мы уже опоздали. Что с этим делать в простом очевидном случае? То есть какие советы можно дать любому менеджеру? Опять же, это, можно сказать, немножко вводная часть моего рассказа. То есть обычно, что советуют практики, вот особенно за что я люблю Agile, методы, которые говорят о том, что планируем на разных уровнях. То есть мы не можем одинаково планировать разные уровни абстракции. Действительно, когда нам дают вот такую подсистему, говорят, оцени, использовать неоткалиброванные данные, использовать даже одни и те же шкалы оценки для задачи, которые я выполняю полдня и могу очень точно определить, сделать кнопку, и для сделать подсистему генерации отчетов одна и та же шкала, и все остальное, оно не работает. Поэтому зачастую просто рекомендуют абстрагироваться на разных уровнях. То есть у нас есть какие-то высокоуровневые фичи, какие-то более крупнопонятные блоки, которые каждый по себе имеет какой-то законченный смысл, мы можем его там показать или проверить, или даже отдать живым пользователям, и какие-то более мелкие задачи, которые мы уже планируем для того, чтобы лучше понимать, как идет ход дела. Второй совет – разный уровень точности, что в принципе становится очевидным. То есть по сути точность на мелких задачах, точность до дня, я могу точно сказать, что вот я ее за сегодня сделал. С точностью до недели мне уже сложнее планировать в часах или в тех же днях, с точностью до месяца, до квартала, поэтому просто используем разные уровни точности планирования. Итеративный подход сам по себе дает вам уже очень большую фору. Итеративно-инкрементальный, если их правильно, наверное, объединить, потому что, прошу отметить, итеративность не означает, что вы просто заканчиваете что-то. Вы просто неделя прошла, вы посчитали, сколько там часиков потратили, репортик заполнили, а результата нет. Итеративно-инкрементальный подразумевает, что у вас в конце этой недели есть какая-то готовая, результат протестированный, и некоторые команды даже умудряются отдавать пользователям каждую неделю. Ну, некоторые вообще каждый день, но это уже, это экстремально. Каждую неделю-две вы можете закончить, вот, допустим, две недели, средний этап. Соответственно, планировать на две недели с одним уровнем точности, планировать на квартал уже можно просто этими коробочками. Таким образом мы получаем выгоду. Но дальше об этом будет подробно. Исполнять по порядку. То есть тоже хорошая вещь. В принципе, мы понимаем вот эти задачи, мы понимаем зависимости, но мы делаем это плоским бэклогом. И вот за эту неделю, раз, два, три, четыре, пять, стараемся минимизировать эту работу в прогрессе. То есть если мы очень много распараллеливаем работу, соответственно, это уже на одном только переключении мы теряем, а мы на это не закладывали времени. То есть мы закладывали каждую задачу зачастую как независимо от других. Соответственно, надо максимально близко к этому стараться прийти в исполнение. Ну и последний совет. Естественно, что мы знаем, что где-то поползут риски, то тогда просто закладываем буфер на риски. Нормальная менеджерская практика, то есть когда мы посчитали, еще сколько-то 20% сверху накинуть на оценки, но только не в каждую задачу, а просто на цикл. То есть, например, если вам посчитали, что сумма работы займет четыре недели, надо предполагать где-то пятую неделю и к заказчику говорить пять недель. Но при этом разработчикам не позволяет закладывать буфер внутрь, то есть более идеализированно. Как я говорю, обычно. Но на данный момент я знаю, что там сзади мне скажут, спасибо, Кэр. То есть простые советы, наверняка вы все их читали, знаете, да? То есть четыре простых совета можете применять, как бы я мог на этом закончить. Но мы не поговорили про оценки. Мы не поговорили про то, как люди оценивают и как это можно на практике улучшить. Давайте все-таки поговорим. Кто из вас читал Гарри Поттера? Нет, именно читал. Тут вопрос в книжке. Вот у меня книжки. Я сейчас даже открою ксеревский файлик. И мы сейчас с вами будем в сеанс коллективного гадания. То есть я же обещал. Вот, чтобы было все честно. Я спрашиваю... Сейчас, секундочку. Экселевский файлик загрузился. Я вам его покажу. То есть он у меня считает... Он будет считать сумму. То есть я буду заносить ваши ответы, и он будет мне считать среднее. Давайте возьмем книжку... Сейчас их надо обратно показать. Ну, какая там была первая? Философский камень. Нет, она у нас... Вот, философский камень. Вот она, вот такая. По сравнению с остальными вы можете себе прикинуть. Теперь в голове подумали, сколько там может быть страниц. Подумайте. Не выкрикивайте. Подождите, каждый прикинул себе, дал оценку. Особенно те, кто читали. Вспомнили, да? И мы начинаем записывать в этот экселевский файлик. Итого. Давайте первый ряд, там второй, потом еще... 350 записываем. Дальше. 450. Дальше. 370. 370. 370. Хорошо. Кто больше? 300. 380. 400. Дальше. 250. 430. 430. Хорошо. 450. 650. Дальше. Это была... Подожди, я пикешек. Ложенца. Вызезут раз. Да. Хорошо. Еще давайте побольше выбор готов. 300. 500. 200. 280. Буглить не надо. Хорошо. 480. Сколько у меня получилось? 395. У меня получилось среднее ваших ответов. То есть мы использовали силу толпы. То есть мы использовали силу разума, коллективного. И он нам говорит о том, что... Сейчас чуть побольше. Что длиннее. 396 среднее. Всем видно, да? Да. Внимание. 324 страницы правильный ответ. То есть вы видели, какой разброс? Кто-то был ближе, кто-то дальше. Но если мы спросили группу условно экспертов, кто-то читал книжку, кто-то представляет, сколько такая книжка может быть, мы угадали с точностью. Ну реально там 324, 396 достаточно высокая точность. Это при том, что мы гадали вместе. Давайте еще раз проверим. То есть мало ли вдруг я подтасовал где-то цифры. Давайте возьмем, какая там была побольше. Орден Феникса. Вот она. О! Чувствуйте разницу, что Лосовский камень и Орден Феникса. Причем Орден Феникса, по-моему, вторая или третья была. Пятая. Ага, тоже. Но я поперла. А в районе комнаты, у меня тут все записано. Хорошо. Орден Феникса. Сколько, давайте гадать... Третья метра. Хорошо. 640, 777. 640, 777, 680. 8000, а кто больше? Кстати, бывают такие разработчики, которые говорят, что это очень большая задача. Даже если они не знают, что там это, они на всякий случай перестраховываются и говорят, что это 1000. То есть запишем, ответ тоже принят. 750. 750. Еще. 800. 721,5. 821,5 я не напишу, потому что книжки по полстраницы не печатают. 730, что там еще? 640. Это уже в гугле посмотрим, правильно? Нет, нет, это... Это его замер. Ага, 500. Но вы можете сравнить. Вы уже знаете, сколько здесь. Раз... Наверное, раза в два может быть больше, да? Что еще? 720. Как-то вы скромно. Ответ вас удивит. Так, я показываю среднее число. 829. Официально вот в этом издании 826 страниц. Ну, такое издание. То есть я конкретно вот нашел это издательство, нашел их на сайте, пересмотрел каждую книжку, в конце написано столько-то страниц. То есть я знаю, сколько других. Но, опять же, на 800 с чем-то страницах вы ошиблись. Ну, конечно, больше, чем на 300, но все равно коллективно вы гораздо ближе. То есть одна из мыслей, которые я хотел здесь донести, это то, что коллективная оценка дает более высокую точность. Тут просто нет топ-менеджера, они бы сразу сказали что-то. Не, ну, тут просто нет интернета, я понимаю. Ну, если кто-то тысячу сказал, то есть. Да, эссинисты нам тоже нужны. Так же, как и галтелые оптимисты, которые говорят там, типа, 300 страниц. Мы говорим, подожди, здесь же было 300. Он говорит, да там тоже 300, просто они толстые. А, знаете, все уже, наверное, поняли, к чему вы поняли, но здесь основная проблема, если применительно к реальному процессу разработки, основная проблема в том, не в неверной изначальной оценке по отношению к конечному проекту, который мы увидим потом, а в том, что пока мы проект делаем, меняется книжка, которую мы угадываем, и толщина страниц. Абсолютно, это был мой предыдущий проект. Именно поэтому оценки оказываются неверными, и потому что разработчики такие власти едят. Отсюда, отсюда. Я понимаю, вы разработчики, я не обвиняю разработчиков, моя работа их защищать и делать их жизнь легче. Так вот, что делает жизнь легче разработчика? Это то, что мы их меньше пытаем оценками, и на самом деле быстрее движемся вперед. Оценки нужны для того, чтобы строить какие-то прогнозы. На самом деле, там, моя любимая фраза этого Эйзенхауэра, планы не что, планирование все. То есть, по сути, нам для того, чтобы двигаться вперед, все равно нужно планировать. Для того, чтобы планировать, все равно нужно оценивать. Но если мы заранее ошибаемся, зачем мы на это тратим столько времени? Есть даже там график насыщения, время потраченное разработчиками на уточнение оценок, оно в какой-то момент достигает полочки, и сколько бы времени вы не тратили на уточнение, точность от этого не вырастет, а мучений будет больше. Поэтому, на самом деле, не нужно пытаться делать точные оценки. Достаточно хоть каких-то примерных оценок, полученных вместе, коллективно, чтобы были разные точки зрения, разные эксперты. И это сила командной работы, за что я тоже там люблю agile, которая подразумевает ее просто по определению. Если у вас нет командной работы, то не говорите, что вы используете какие-то методы. Просто must have. И суть в чем? Знаете, это школьная математическая задача. Если вам известна тень от этой палочки, вы должны посчитать высоту этой елки. Это простая математика, простая геометрия, которая на самом деле работает примерно такой же механизм и здесь. То есть, если мы с вами вернемся и скажем, окей, вот это столько, это явно раза в два больше. Это и так далее. То есть, суть заключается в том, что человек сравнивает гораздо быстрее и точнее, чем меряет. Особенно задачи, которые никому неизвестно, что там делать, никому неизвестно, как это делать. И вообще непонятно, что это за задача, которая на ходу может поменяться. Так зачем им пытаться померить какой-то золотой линейкой? Вместо этого давайте их между собой просто сравнивать. И это работает. Реально работает. Мы можем взять пример. Но прежде чем мы возьмем практический пример, я еще объясню, почему это еще работает. Потому что для меня, как для человека, который будет давать долгосрочный прогноз, единицы измерения не важны. Почему? Возвращаемся к все той же итеративности. Я знаю, что есть такое понятие, как скорость работы команды. Это N работы, сделанные за фиксированный промежуток времени. Допустим, те же две недели. Максимум месяц. То есть, если больше месяца, там уже планировать сложно. Две недели – это сейчас стандарт де-факто. Итерация в две недели уже просто превратилась в самую оптимальную со всех точек зрения. То есть, я знаю, что скорость работы – это некие попугаи, сделанные за фиксированный промежуток времени. Оценку всех этих задач в этом списке я тоже делаю в этих попугаях. Попугаи и попугаи сократились. То есть, на самом деле, планы и прогнозы я буду делать в количестве этих итераций, в количестве коробочек. Соответственно, для меня перестает быть важным, в чем и как я мерил эти вещи. Для меня очень важно просто, чтобы были какие-то размерности в общем списке задач. И я померил количество сделанных задач за промежуток. И дальше на основе вот этого прогноза я могу сделать вам прогноз на проект год-полгода. Конечно, чем дальше, тем погрешность больше растет. Но опять же, разбивая на короткие промежутки, в принципе, трехмесячные какие-то релизы, можно очень точно прогнозировать. Ну опять же, там из шести итераций одну последнюю буферную сделать. И реально, точность такого планирования и такого проекта, который я делаю, будет выше. Как это достигается? То есть, опять же, мы должны просто перейти в состояние, когда план и оценка проекта уже не задача, а проекта. Это просто прогноз. Вот когда мы переходим к этому, мы датим меньше времени и достигаем большей точности. Возникает очевидный вопрос. То есть, если мы хотим отказаться от каких-то линеек, мы хотим перейти к абстрактным попугаям, где их взять? То есть, где взять цифры? То есть, реально многие команды, у которых не стоит задача долгосрочного планирования, даже продуктовые особенно, у которых не стоит задача посчитать бюджет. То есть, если вы заказную разработку делаете, к вам приходят и говорят, когда будет все сделано? И вы хотите, не хотите, вынуждены давать цифры. Некоторые команды обходят с размерами футболок. Просто вот маленькая, средняя, большая. К ним приходят задачи, они говорят, ну, сравнивая с нашим опытом, маленькая. Все. Многим менеджерам этого может быть достаточно. Но если вы не достигли такого состояния, в принципе, цифры можно взять, но для этого надо использовать уже сравнение. Давайте еще раз повеселимся, давайте оценим зоопарк. Представьте себе, что у меня есть небольшой зоопарк. Вот раньше там в Крыму был маленький зоопарк, сейчас тоже такие передвижные стали, популярные. То есть, у меня есть некоторое количество животных, и мне их надо срочно эвакуировать. Мне надо клетки. Клетки должны быть определенного размера. Размер там объем. То есть, там три измерения в этих клетках. Соответственно, я начинаю оперировать понятие, большая клетка, маленькая клетка. Я не буду вам каждый раз говорить три измерения, просто буду говорить, маленькая клетка, большая клетка. И теперь вот вы мне скажете, тигр, это большое животное или маленькое? Среднее. Среднее. Да, потому что ничего другого нету, и опытные менеджеры говорят, среднее, мало ли кого я там еще. И какой тигр? Да, начинаем. Ну, тигров там два, максимум три вида всего. Не так это. Бегемот. Вес, объем. Средний тигр, да. Хорошо. Добавляем еще одно животное, бегемот. Очень большое. Оно больше тигра, однозначно, да? То есть, соответственно, ничего не видно, да. Но вы догадываетесь, что здесь был бегемот. А что вы их сложный, тигра как за маленький? То есть, так как тигр был первым, мы все... Идем дальше. Горилла. Маленькая. Вот тут возникает интересный момент. У нас уже есть два животных, с которыми можем сравнить. Вопрос очень простой. Горилла больше тигра или меньше? Откуда рассказываешь? Больше. Хорошо. Горилла больше тигра, она больше бегемота или меньше? Бегемота. Хорошо. То есть, по сути, когда у нас есть уже несколько каких-то точек, оценивать становится легче. То есть, чем больше информации, тем легче. Жираф. Да, самое большое. Шею сгибать нельзя. То есть, клиентка нужна больше, чем у бегемота. То есть, это важное условие, потому что мне постоянно разработчики говорят, так, ну, это свадьбу, и все, и мы... Медведь. Большая. Бегемота. 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 А вы о ком подумали? Вы подумали о белом медведе, который самый большой хищник на планете? Или о гризли, или о буром? О каком медведе вы подумали в первый момент? Мы похожем на бегемота. То есть, стереотипность мышления зачастую тоже срабатывает, и тут вот важен как раз детали. То есть, тут мы зовем заказчика, продуктовно, кого угодно, и спрашиваем, подожди, вот это мы отсидеть вообще не можем, пока не поймем чуть-чуть больше. Какой медведь? Хорошо. Если это маленький медведь, то он, наверное, меньше в тиграх, правильно? То есть, маленький такой мишка. Носорог. Вот. И тут у нас работает очень просто такая. Такой же как. Нам не надо точности. Мы говорим, такой же как бегемот. То есть, если они там 20 сантиметров лишней клетки будут, уже никто не заметит. Кенгуру. Вот тут тоже важный момент, по кенгуру их бывают, они разные. То есть, надо уточнять. То есть, есть кенгуру, помните был фильм «Кенгуру Джек», когда трехмитровая, это огромная кенгуру, пиджачок с миллионом долларов и ускакала в пустыне. Так, помню, что все просто бегемота в сумку. Да. Хорош, нет, но бегемот все больше. А есть маленькие, знаете, эти, которые вот, собственно, в зоопарках, там, не помню, как эти кенгуру называются. Поэтому тут, опять же, надо уточнять. Если это большая кенгуру, наверное, где-то как горилла, там, ну, не, ну, все-таки, ну, может, больше, хорошо, ладно, давайте к носорогам его. Вот. То есть, таким образом, оценивая сравнение, вы сейчас за две минуты мне оценили раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь задач. Просто используя свой опыт, используя, опять же, коллективный разум и используя оценку сравнения. Как только у вас, кроме тигра, появилось, вам стало очень легко. Откуда берутся цифры? То есть, это наш бы блок задач, мне надо перевести, мне надо понять объем, там, проекта. Соответственно, мне надо подставить цифры. Помните, цифры, на самом деле, не важны. Я мог бы использовать, там, один, два, три, четыре, пять. Но почему неинтересно использовать один, два, три, четыре, пять? А, лев, ну, лев такой же, как тигра, я думаю, что это очевидно. Тут был еще лев. То есть, часто спрашивают, откуда взять цифры, какие единицы лучше. И тут начинается вопрос со серии, кто там, кто лучше. То есть, кто-то продолжает оценивать в часах. Но поскольку мы говорим, что задачи разноразмерные, и погрешность может вот так вот прыгать, задачи бывают точные, неточные и так далее. То есть, по сути, возникает вопрос, где взять цифры. Кто-то любит идеальное время. Кто оценивает в идеальных часах или днях? Хорошо. Как вы понимаете этот термин? В следующем приходе в окно. Хорошо. Идеальное время это то время, когда все, час или там, день, зердорабочек тратят на работу. Хорошо. Час или день. День 8 часов. Вы видели разработчик, который 8 часов непрерывно шпилит и пишет код? И пишет код. Даша. Кто любит спорт? Кто любит баскетбол и знает, чем он отличается от футбола? Баскетбол и идеальное время. Давайте. Определение. Баскетбол. Как там время меряется? Йода не меряется. Ну, но важный момент. В футболе время запустили и 90 минут, 45 минут оно бежит. Потом перерывчик, потом опять 45 минут. Они в этот момент валяются на земле, рыдают, устраивают шоу. Время идет. В баскетболе все гораздо строже. У нас 15 минут я. Только там что? Время останавливается. То есть идеальное время – это как в баскетболе. Время останавливается, когда я не работаю, не делаю полезные работы. Соответственно, в итоге, тот, кто ходил хоть раз на баскетбольный мяч, о, мать, сколько там, 3 или 4 этих 4 периода по 15 минут. Казалось бы, вы идете на мероприятие всего лишь на час. Сколько мы там проводим? 2, 3, больше часов. Потому что каждый раз, когда останавливается время вне игры, то все, перерыв. Соответственно, эти 4 по 15 у них длятся очень долго. Вот это и есть концепция идеального времени. У разработчиков я обычно спрашиваю, вот если бы, как вы говорите, тебя никто не отвлекал, у тебя не болел живот, у тебя были все данные, вот сколько бы ты мог работать от и до? Он говорит, за 8 часов сделаю. Я говорю, хорошо, значит, это 2 дня. По сути, не меньше. А то и больше. Иногда его еще на что-то отвлекают. Вот эта разница между идеальным временем и календарным, ее надо понимать и учитывать. Когда-то я прочитал книжку Джейсона Фрайда «Rework». Ой, извините. Он написал, идеальное время – это работа в субботний день в офисе. Тебя никто не отвлекает. Ты вот пришел и делаешь свою работу. Иногда ты действительно можешь погрузиться в поток и до 8 часов непрерывно писать код, а не просто шпили. Соответственно, в реальности такое состояние достичь очень тяжело. И каждый раз, когда разработчики оценивают в идеальном времени, мне надо для заказчика все-таки это переконвертировать и отвечать. Второй способ оценки, который тоже популярен – это пункты. Это стори-поинты, попугая, как угодно называть. Откуда они берутся? Мы с вами уже продемонстрировали. Сравнивать быстрее, легче. Мы абстрагируемся и говорим, окей, сравниваем. Вот вам видно Нью-Йорк еще до того, как перестали существовать эти башни. Вот эта башня у нас будет единичка. Она маленькая. Очевидно. Следующую башню возьмем за дворчик. Ну, она в два раза где-то выше, правильно? Следующая башня? Тройка, троечка. Два и восемь. Ну, три, округлим, будем целыми числами. Хорошо. Теперь, внимание, вопрос. Эта башня? Два с половиной. Тройка. Почему она такая же? Так, где-то тройка. Больше два, ну, три где-то. То есть, опять же, тут уже начинает играть, потому что они влазят в эту клетку. Плюс-минус уже неинтересен. Вот. Вот эта вот башня. Скорее всего, двойка, да. То есть, вот эта башня. Да. Шестерка. Ну, уже восемь, я бы даже сказал. Почему восемь? Потому что, когда вы между один и два отличаете, эта разница почти в два раза. Если вы пытаетесь найти разницу между девять и десять, разница в одну десятую, это уже гораздо сложнее. Поэтому мы все любим Фибоначчи. Сейчас про Фибоначчи будут отдельно, но меня часто спрашивают, как вот эти попугаи наложить на наши задачи. Я говорю, ну вот клетка, она же трехмерный объем. То есть, на самом деле, просто можно мыслить объемом работы. И объем состоит из трех измерений. Это тяжело. То есть, сколько усилий я должен потратить на то, чтобы сделать эту работу. Насколько я не понимаю. Как мы страхуемся от непонимания? Накладываем буфер на то, чтобы разобраться. И стрёмно. То есть, если я допущу ошибку, чего мне это будет стоить? Сколько раз мне придется это переделывать, перепроверять, перетестировать и так далее. Соответственно, в сумме это и дает, точнее, не в сумме, а перемножение в объеме, это и дает некий объем задачи, объем клетки. То есть, когда мне говорят, вот есть задача, я начинаю так в уме, особенно если есть вот такая шкала, я начинаю сравнивать. Ну, разработчики, то есть, мои команды начинают сравнивать. И тут очень важный момент. Мы по-прежнему говорим, что мы должны из этого получить цифры, которые я уже как менеджер должен взять и сделать на основе них некий долгосрочный прогноз. Вот у меня сейчас продуктовая компания, к нам инвестор приходит и говорит, ну, чуваки, вы классную систему делаете, agile, все классно, я каждые две недели, каждые два месяца вижу продукцию, все классно. А когда вы закончите? То есть, вот он меня попросил сделать прогноз, и мне нужны цифры. И тут уже, да, я посадил разработчиков, они мне дали эти story point и так далее. Вот очень важный момент. Надо оставаться в рамках одной, так называемой, ну, размера магнитуда. То есть, если задачи оцениваются в одних и тех же попугаях такого размера или такого размера, то есть, как эти, или у меня куча мелких задач, не в ту сторону, или у меня куча мелких задач, одна и та же шкала будет разная. То есть, эта шкала, она абстрактная, она основана на сравнении, на коллективном разуме, но в то же время она фактически уникальна для каждой команды. Если у вас команда, которая делает кучу вот таких задачек, или команда, которая делает кучу вот таких задачек, и та, и та команда будет пользоваться одними цифрами, но цифры будут значить немножко разные вещи. И это надо тоже учитывать. То есть, лучше всего оставаться в пределах какой-то вот, вы выбрали, и вы говорите, окей, вот здесь наша шкала. Все, что меньше, будем считать там половинкой и общую коробку складывать, потом будем оптом делать. И вот тут нам на помощь приходит эта шкала Фибоначо, о которой я уже упоминал. Почему мы любим Фибоначо? Еще раз. Потому что золотое сечение, да, но золото нам не дают. Почему? Потому что очень быстро растет. Правильно? То есть, то, что я говорил уже, 9 и 10 различать сложно. Мы не паримся, мы говорим 1, 2, 3, 5, 8, 13, там, 20, ну, модифицированная шкала, там, есть 20, 40, 100. Просто, чтобы вот в этом случае, я просто говорю, здесь у меня идут какие-то мега большие фичи, и я, если их не детализирую, я могу просто с точностью сказать 20, 40, 100. Здесь у меня может идти какая-нибудь милость, 1, 2, 3, 5, здесь там 5, 8, 13, у меня будет достаточный промежуток, чтобы оценивать какие-то вещи, которые занимают, например, все 2 недели. То есть, обычно команды себе калибруют эту шкалу, и там, у них есть какой-то лимит, например, на больше 8 поинтов в итерацию 2 недели не берем. Или в неделю. То есть, все зависит уже от вашей ситуации. То есть, важен тот момент, что шкала разная для всех, но принципы ее получения, которые вот сравнение и коллектив, они работают одинаково для всех. И они дают достаточную точность. То есть, возвращаясь к вопросу, какие единицы лучше, я обычно начинаю анализировать ситуацию, и уже даю совет, исходя из вашей ситуации. То есть, в принципе, есть идеальные часы. С них очень легко начать. Разработчики все равно меряют часами, просто попросить их не закладывать туда лишний буфер, на то, чтобы перестраховаться. Просто говорить, сухой остаток. То есть, вот если бы ты идеально работал. Разработчики это очень быстро понимают, если я им объясняю, что буфер я заложу в итерации. То есть, мы будем планировать итерацию с запасом на ошибки в оценках. Как только они правила игры улавливают, они начинают давать достаточно точные оценки. Легко объяснить разработчикам, но тяжело выбросить вот эту продолжительность для клиента. То есть, когда я ему говорю, ну, задача там займет 5 идеальных часов. Он говорит, так что, к обеду будет? Я говорю, нет, нет, завтра будет. Он говорит, как завтра? Ну, то есть, вот такие разговоры вам всегда придется вести. Плюс потери какие-то. То есть, если человек не работал эффективно, то есть, его отвлекли на митинги и так далее, то в течение 8-часового рабочего дня у вас там 2 часа сразу можете выкинуть. То есть, считайте, что 6 часов, опять же, 6 часов я почти не видел идеальных команд. То есть, там, это должна быть очень дисциплинированная команда. Там, чатики, почта, кофе и так далее. 4 часа, 5 как максимум. Иногда меньше. То есть, если меньше, уже надо с командой разбираться. Вот. С пунктами по-другому. То есть, защищает от вот таких прогнозов, которые быстро даются цифрой. То есть, типа, вы говорите, проект 200 идеальных часов, а вам сразу говорят, типа, по 8 часов в день, типа, там, к концу недели сделать. Вы говорите, подождите, 200 часов при нашей скорости в итерацию, это там 5 итераций. То есть, вот от этого пункта защищают очень просто. Говоришь, 500 поинтов. Хорошо. А когда? Ну, при скорости 100 поинтов за итерацию, 5 итераций. Он говорит, о, 5 итераций, я понял. То есть, опять же, это жесткий фокус на кросс-командности. Даже если вы не хотите, вы вынуждены давать эти оценки. Не может один разработчик дать свои попугая, там, QA дать свои попугая, а потом вы это пытаетесь складывать. Это очень плохо работает. Вот. Но зато, когда они поговорили, QA говорит, ну да, вам это легкая задачка, только мне придется перетестировать на всех environment, так далее. То есть, помните, вот это стремно. Вот оно сразу, эту задачу. Хороший момент по поводу поинтов. Если вдруг вы добавили какие-то виды работы, то есть, вы когда оценивали задачу, вы забыли, что надо писать унит-тесты. Ну, бывает. Разработчик подумал только о времени на написание кода. Классно. А вы говорите, у нас обязательно унит-тесты. Пусть там не тдд, но хотя бы тест обязательно должен быть написан. Если вы идеальные часы сделали, что происходит? В каждую задачу из 100 штук вы должны добавить время на написание тестов. С пунктами все очень просто. Размер не меняется. Меняется просто количество пунктов за операцию. То есть, скорость падает, потому что вы больше времени на один пункт тратите. То есть, обменный курс доллара к рублю и так далее падает. Но, тем не менее, он не меняется. Вот эта размерность, она более долгоиграющая. Если вы вначале оценили проект, оставили, начали исполнять и время от времени достаете следующее, оно будет почти так же, как вы оценили в первый раз. Разве что вы узнаете больше. Но очень тяжело объяснить. Вот я потратил сколько минут. Калибровка. Обязательно вот эту шкалу такую приходится делать с командой. Обычно я просто беру задачи, которые фичи надо сделать или еще лучше, которые они делали и которые надо сделать. Мы делаем вот такую выкладку, желательно физически на столе, они получают такие коробочки, группки и мы только потом к ним прикладываем циферки. Вот эта калибровка позволяет команде свою шкалу, свою линейку выработать, которая для них достоверна. То есть, опять же, нужна статистика. Когда вы планируете первую нулевую итерацию, естественно, ее нету, приходится там пальцем в небо тыкать. После второй, третьей, четвертой все становится лучше. То есть, если команда работает вместе какое-то время, она становится очень предсказуемой. То есть, это выгода использования пунктов. В принципе, мне там показывают, что время завершается, поэтому осталось два слайда. Лучше всего, когда вы планируете проект для так называемого бэклога, то есть, плана функциональности. То есть, если там вспомнить картинку из страны, я не знаю, здесь можно чем-то вытереть, но ладно. То есть, у нас есть список вещей, которые имеют ценность для пользователя. То есть, функциональность, которую мы покажем конечному пользователю. И есть какие-то планы, которые команда на итерацию делает себе мелко для того, чтобы знать, кто что делает. Какие-то задачи, написать тесты, написать логику, написать UI и так далее. Так вот, внутри этого цикла лучше использовать часы, потому что там две недели. Две недели команда может очень точно распланировать, как она их проживет. И мы за счет абстрагирования, помните, я вначале говорил, на разных уровнях разная точность. То есть, на уровне итерации мы оцениваем внутри в часах, на уровне бэклога мы оцениваем в пунктах. Это простой совет, который я вам сразу даю. Некоторые команды со временем даже от часов отказываются. У меня сейчас команды не оценивают в часах, потому что время, потраченное на оценку в часах, для них не уточняют, не дают никакой пользы. Они экономят это время на планинге, просто выбирают по поинтам и идут себе делают. Со временем вы тоже можете к этому прийти. Это работает и для продуктовых, и для заказных, и так далее. То есть, в принципе, если обобщить все, что я сегодня рассказал, мы все равно сравниваем, а не пытаемся приложить какую-то идеальную линейку, которая не существует. Опять же, если мы знаем, что итеративные, инкрементальные подходы работают вот такими фиксированными итерациями, то оценки нам, ну, единицы измерения нам уже не важны. Соответственно, оценки служат другой целью, они служат прогнозированию. Соответственно, мы можем использовать абстрактные величины на разных уровнях, лучше использовать разные абстрактные величины. То есть, если у вас здесь еще до этого есть какой-то бэклог мегаогромных идей, каких-то огромных проектов, то их, конечно, точно так же можно сравнивать, но шкалу лучше использовать другую, нежели здесь. И максимально старайтесь это упростить, потому что время, потраченное на все эти оценки планы, оно действительно выбрасывается чаще всего от разработчиков. Точно лучше этим сильно не морочить. Поэтому такие подходы, за что я их люблю, они очень быстрые. Мы с вами за сегодня оценили, что 8 фич за 2-3 минуты. То есть, когда у команды есть такая шкала, просто приходит новая какая-то фича, они прикладывают, она такая же большая, нет, 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 вот такая, вот пусть будет там 8 поинтов, побежали дальше. То есть, оценка новой работы там производится за минуты. Ну, понятно, что еще можно поговорить, позадавать вопросы. У меня на блоге это все было там изложено в разных статьях, завел я его когда-то вот, исходя как раз из того, что мне задавали вопросы, мне было проще написать статью, кинуть ссылку. То есть, если там просто можете погуглить, поискать. Но я буду очень рад ответить на вопросы, то есть, если остались, может, прямо сейчас, в режиме, сколько там времени осталось? Еще 5 минут на пару вопросов. А эти 20% буфера, которые закладываются, входят также в изменение требований в процессе микрориализации? Ну, 20% это стандартное, типа менеджер на 1,2 умножают. То есть, в данном случае, вам надо уже смотреть на свою ситуацию. То есть, буфер надо закладывать в зависимости от того, с какой точностью вам надо дать. Важно, что такой подход позволяет делать прогнозирование. Опять же, как только вы знаете скорость, как только вы знаете ее колебания, вы можете давать вообще очень много интересных прогнозов. один из моих, не знаю, где-то здесь была тряпочка. по сути, когда идет вопрос долгосрочного планирования, у нас просто есть вот эти итерации, у нас есть вот этот таймлайн в итерациях. То есть, вот мы знаем, что у нас просто есть сколько-то и объем работы мы меряем вот по этой шкале, допустим, там, в стори-поинтах. То есть, мы знаем, что если у нас стоит какой-то жесткий дедлайн, то это вопрос, сколько объем мы можем сделать. Если у нас есть жесткий объем какой-то, то вопрос, когда это закончится. То есть, это очень легко планировать, это легко потом отслеживать, когда есть, допустим, средняя скорость, на основе нее строим прогноз. Но есть реальность, да, то есть, эта скорость может быть быстрее, может быть хуже. Тогда я могу вот с этой точностью, там, погрешность плюс-минус, и, соответственно, тогда мы понимаем 20, 30, 50, в два раза там перезаложиться. Ну, обычно в таких случаях, как только у вас там неопределенная страстью, планируйте короткими проектами. То есть, планируйте двухмесячным релизом. Спасибо. Это была командная работа. То есть, к сожалению, в нашем самом начале был комментарий, действительно, IT постоянно решает проблему, которую мы не знаем. То есть, мы очень редко делаем то же самое, постоянно одинаково. То есть, зачастую мы решаем проблему, которая меняется на ходу. Пользователь передумал. И вот за это я люблю Agile, потому что изначально эта философия настраивает на то, что изменения будут, и просто надо расслабиться, приспособиться, использовать простые легковесные методы для того, чтобы все равно что-то делать и двигаться вперед. А не тратить время на идеальные проекты, расписывать там долгие планы, подписываться под дневекровью, потом не спать ночью, когда делаем, когда приходят дедлайн. Да. Можно вопрос? А подскажите, как вы все-таки преобразуете вот эти story point в реальные часы? То есть, вы изначально определяете, что один story point это x часов? А зачем вам часы? Ну вот клиенту вам все-таки в конце нужно сказать? У меня известно количество итераций. Я знаю, сколько человек работает за итерацию, я знаю цену итерации. Все. А, у вас просто есть цена за итерацию? Да. Пять итераций, там, энце тысяч долларов, пожалуйста. А еще итерация? Оно фиксированное. То есть, заранее на этот проект мы обговариваем. То есть, есть какие-то очень сложные проекты, там народ по три, по четыре. Я встречал на своей практике вот за последние годы, я встречал до сих пор команды, которые делают целый месяц. Но на самом-то деле, поскольку человеку очень тяжело в голове держать такие абстракции, мы стараемся делать это меньше. Как бы на самом деле месяц все равно не превращают в недельные. То есть, две недели это оптимальный размер, когда я точно знаю, что вот я на две недели могу себе представить работу, команда там в 10 человек максимум может договориться, кто что делает, чтобы все были вроде бы загрушены, и вроде бы результат получился, и вроде бы там как-то сбалансировать усилия, чтобы QA не в последний день работали. То есть, вот две недели это оптимально. Соответственно, исходя из двух недель, я могу планировать месяцы, я могу дату поставки спланировать, сумму поставки. То есть, ну, смотря какой у вас бизнес. То есть, у меня как бы не заказная разработка, мне интереснее просто там какие-то прогнозы. Можно? Да, есть еще пример. То есть, хотелось бы спросить о том, что я не знаю, что и марка, и не вопрос, и все, что здесь сколько. Дело в том, что очень сложно людей убедить, которые работают не по такому, по такому, а всегда работают, убедить, что эта оценка более реальна, чем, ну, скажем, древний запрос, да, классический. И их Диме докажут, что, ну, как бы на самом деле, вот Дим, когда мне доказал, ну, то есть, прагматично мне не докажут, что можно только опытным путем, это определить. Согласен. Потому что, в принципе, скрам, ну, и вообще, agile, это эмпирический подход, и он является опытным подходом. Ты что-то делаешь, анализируешь, наставание этого дальше планируешь. Поэтому, как бы, очень сложно доказать людям. Единственное, что вам кажется, какой-то последователь, просто попробуйте и посмотрите, что получилось. То есть, на самом деле, часто срабатывает такой аргумент серии, как раньше не работает. Это доказано. Будем делать, как раньше, и получать одинаково неправильный результат, или попробуем что-то другое. Вот так я продаю, попробую театр. То есть, на самом деле, действительно, если говорить про методы, я сегодня не говорил про методы, я говорил просто о том, что все эти подходы очень жестко заточены на итерацию. Опять же, итерации подразумевают результат, итеративную инкрементальность. То есть, просто проработать две недели и сказать, я закрыл столько поинтов, не имеет смысла. То есть, поинты закрываются, считаются сделанными, только когда есть результат. Две недели ничего не протестировано, результат ноль. Зачастую это очень отрезвляет и дисциплинирует команды, они начинают думать о том, а что же мы вообще делаем, какая польза от нас, как от команд. Потом, соответственно, когда они научились это хотя бы делать каждые две недели, там, 3, 4, 5, 10 фич, но работающих, продемонстрированных, уже можно, конечно, калиброваться. То есть, опять же, то, что ты говоришь, зачастую, то, что я рисовал шкалу, можно сначала сказать, давайте попробуем вот то, что мы раньше оценивали там в часах, просто посравнивать. Как я говорил, карточки распечатал с задачами старыми, которые мы делали и знаем, сколько часов потратили, новыми, которые будем делать, между собой посравнивали, получили шкалу. А потом достали статистику и посмотрели. И вот тогда интересное происходит отрезвление. Особенно у команд, которые используют и часы, и пункты, они иногда забывают эту шкалу подправлять, потому что действительно они предполагали это легко, 3 пункта, а потратили на это 2 недели, что должно там быть где-то 8 или 13 пунктов. И вот если они начинают смотреть на эту статистику, они понимают, насколько они ошибаются. Это интерспективы или... Спринт-ревью, так называемые. Пересмотр результатов. Мы пересматриваем результаты, во-первых, мы спрашиваем, запланировали 10 фич, сделали 5. Типа, почему? Наверное, ошиблись в оценках. Окей, какая из них была ошибочная? И там поштучно начинаем перепроверять. То есть, по сути, эта шкала, она, конечно, нуждается в какой-то перекалибровке. Это живая шкала, но это достаточно быстро, легко. Поэтому я не говорил, что пункты легко. Начните, пожалуй, с идеальных часов. Просто учитывайте, что, допустим, двухнедельная точность это одно, а двухмесячная или шестимесячная точность в тех же часах, она может иметь очень большую погрешность. Обычно в какой-то книге, если маленькие задачи и большие задачи в одних и тех же единицах, то есть в тех же часах, то на больших задачах погрешность может быть один в десяти. То есть, оценивая долгосрочный проект на полгода и выше, в тех же идеальных часах, в которых вы оцениваете простые задачи, вы сразу уже даете погрешность. Поэтому в какой-то момент вам придется переключиться и абстрагироваться на другие единицы, которым, в данном случае, я советую использовать попугая. То есть, повышаем абстрактность. Ну, только так оно и работает, на практике. Еще будут вопросы, или все, даем к следующему. Перерыв? Нет? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ